Зачастую еще бывает, что нужна мужская просто сила, передвинуть шкаф, что-то там выкинуть, починить и так далее. Помощь по хозяйству и помощь с детьми и семьям, мобилизованных лишь часть деятельности волонтеров Пушкинского. Ребята, а это ни много ни мало, 10 активных, небезразличных молодых людей, в формате дружеского чаепития с представителями исполнительной власти, встречаются не в первый раз. Сегодня они рассказывают депутату Московской областной думы Олегу Гаджиеву и главе округа Максиму Красноцветову о своей деятельности, о задачах, которые стоят перед волонтерами, о помощи ветеранам Великой Отечественной, а также помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик, вынужденно покинувших свои дома и размещенных в Пушкинском лагере родник. Волонтеры Пушкинского активно взаимодействуют с молодежными организациями в разных регионах, в том числе и на территориях, которые недавно вошли в состав России. Так, с начала специальной военной операции наши волонтеры собрали и отправили жителям ЛДНР более 16 тонн гуманитарной помощи. А с начала мобилизации ребята запустили акцию «Письмо солдату». О том, как помогают военнослужащим и как ведется патриотическое воспитание молодежи в Московской области, 4 ноября, в День народного единства, пушкинские волонтеры рассказали президенту России Владимиру Путину. У нас есть воинская часть, Сопринская, и мы ребятам отправили открытки, поделки, найти помощь прям для души. И такая акция очень трепетная. Ребятам там, на линии, она прям была необходима, они передавали вообще шикарную обратную связь. А после начали так делать неоднократно. Вот, собственно, про саму Московскую область можно сказать, что ребята заряжены, готовы работать только в лучшем виде, занимаемся патриотикой, правильным воспитанием. Так что, Владимир Владимирович, на нас можете рассчитывать. Я не рассчитываю, Владимир Владимирович. На нас тоже, Владимир Владимирович. Извините, пожалуйста, сейчас. Вот, почувствуйте разницу между теми людьми, которые приехали из Украины к нам и с теми, кто находится в Европе. Там ходят по ресторанам и требуют себе скидок, а у нас люди просятся на работу. Да, мы готовы помочь. Ну, так и есть. Хочу выразить слова благодарности за вашу работу, за то, что вы сопереживаете всем, и мобилизованным, и ветеранам, и вообще всем тем, кто просит какую-то помощь. Это, конечно, здорово. Это, особенно сейчас, очень важно, нужно, потому что, объединившись вместе, нас не сломить. Здорово. Потому что много людей с большими добрыми сердцами и готовы всегда протягивать руку. Давайте будем мы дальше продолжать эту вести работу. Не просто продолжать работу. Делать помощь адресной. Выявлять наиболее чувствительные точки. Чётко понимать проблемы людей, оказавшихся в сложной ситуации. У волонтёров сегодня важная задача – вовремя услышать и рассказать о потребностях нуждающихся, говорит глава округа Максим Красноцветов. Живём-то мы здесь и сейчас, и людям нужна помощь здесь и сейчас. Поэтому спасибо вам большое, конечно, за то, что вы занимаете такую активную жизненную позицию. Это очень важно. И не так много людей, кто действительно так себя ведёт в этой жизни. Сейчас, кстати, эта ситуация как раз и показывает лица многих, кто какую жизненную позицию занимает и как вообще рассуждает и думает. Проговорили очень много, собственно, хозяйственных вещей, которые… Это та проблематика, с которой сталкиваются ребята вот ежедневно. Мы со стороны органа исполнительной власти должны и обязаны организовать очень многие процессы, обеспечить очень многие процессы, организовать помощь и поддержку, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Нам, на самом деле, очень приятно тот момент, что нам интересуется, нас не забывают и волонтёров воспринимают не как бесплатную рабочую силу, а как тех людей, которые действительно помогают тем, кто в волонтёрах нуждается. Диалог о перспективах развития волонтёрского движения в округе, о новых задачах, стоящих перед ребятами, а также о помощи самим волонтёрам. Собравшиеся договорились продолжить на следующей встрече. Юлия Постриганёва, Антон Рябов, Мария Барсукова. Новости Большого округа.